Переведательная сортировка Это сортировка, которая будет работать за логариф Мы с вами это отдельно докажем Посмотрим Мой любимый вопрос, наверное, с вами связан с переведательной сортировкой Поэтому, пожалуйста, обратите внимание на то, как здесь что-то доказывается Как вообще с этим жить и что с этим делать Вот В остальном Данная сортировка несложно пишется Не очень сложно понимается Багов не можно найти, не так уж много Но нужно понимать, почему она так или иначе работает Это основное, что про нее есть Она из тех трех, которые мы с вами рассматриваем Одна из самых медленных логарифмических частей Потому что у нее достаточно большая константа Но в ней сохраняется кое-какой момент, связанный с пирамидами Потому что в будущем у вас будут структуры данных Которые будут очень похожи на пирамиды Примером такой структуры данных Будет очередь с приоритетами Фактически это будет та самая пирамида, с которой мы будем сегодня знакомиться И чем дальше, тем больше этого может происходить Вы познакомитесь позже на курсе с двумя еще другими пирамидами Феномиальной и Фибоначчевой Это... они имеют свой теоретический прикол Но это будет попозже Пока что начинается такие интересные, простые вещи Что такое предметальная сортировка? Ну как, любая сортировка начинается с чего? Задача сортировки, все как обычно Надеюсь, там вам знакомо Что вам нужно сегодня сделать перестановку Перестановку в вашем массиве Так, чтобы у вас элементы отображались правильно В общем-то, что такое пирамида? Прежде чем говорить про пирамидальную сортировку В начале мы всегда говорим про пирамиду Пирамида это некоторый объект массива Который сможет рассматриваться как просто полное бинарное дерево Что такое объект массив? Что такое почти полное бинарное дерево? Мы сейчас будем с вами рисовать Смотрите Давайте начнем Смотрите, знакомы ли вам термин бинарное дерево? Да Нет, чудесно Хорошо, давайте начнем тогда с него Смотрите Я не буду никогда состретовать каких-то четких определений Любых терминов, которые мы говорим Вы должны их понимать Это самое важное Поэтому по факту бинарное дерево Это дерево, в котором у каждого элемента Есть не более, чем один ребенок Не более, чем два ребенка То есть, если вы видите вот это Это бинарное дерево Если вы видите вот это Это не для нас Интернатное дерево Правильно Но там много своих вещей Фактически это просто Ну, грубо говоря, для нас это представление Это некоторый вот такой вот объект С которым мы можем каким-то образом работать На всякий случай Может быть, из такого характера Может быть, из другого Но всегда у каждого из услов данного дерева Не больше, чем два ребенка Это первое Что такое почти полное В перенимании пирамиды? Почти полное Означает следующее Что у вас заполнены все ряды Кроме, быть может, последнего И последний заполнен слева направо Давайте с вами рисуем Вот это почти полное бинарное дерево С точки зрения пирамиды Почему? Потому что у нас заполнены все уровни Кроме, быть может, последнего А последний заполнен слева направо Если я вдруг вот здесь поменяю И сделаю вот так То у меня вот этот элемент Он является пустым И это не является пирамидой То есть пирамида должна быть заполнена Полностью всеми уровнями Кроме последнего И последний всегда идет слева направо Абсолютно всегда Нельзя сделать так Что вот здесь не будет детей А вот здесь и не будут Это не является пирамидой Понятно? Да С почти полным Мы разобрались Осталось проникнуть Такой объект массив На самом деле Под объектом массивом Здесь подразумевается следующее Вот такое Вот такое дерево Очень легко представить В виде массива И хранится оно В виде массива Каким образом? На самом деле все просто Что-то средние доски не хотят высыхать Поэтому я буду... А каким образом это все хранится? Смотрите У меня будет некоторый массив И будет некоторое дерево Сейчас Сколько? Ладно 5, 6, 6, 7 7 Даже как Ну ладно Давайте Спасибо Зарисую Для того, чтобы Вы не думали Что пирамида Это всегда Полная Вот Продиктуйте мне Какие-нибудь числа В мотиве Я их расставлю В пирамиду Будем с вами Распекаться Каким образом Они сознательны 0, 1, 2, 3 Ну не Давайте Сегодня повеселее Но цифры 8 9 Е 8 7 7 0 4 Вот смотрите Если бы мы с вами говорили Не о пирамиде В буквальном смысле А вот просто О чем-то похожем На пирамиде То если бы мы этот массив Переложим на пирамиду То я бы Выписал там Смотрите С точки зрения Заполнения Я как Сверху вниз Слева направо А теперь Давайте с вами Посмотрим Сюда Там вот На самом деле А нет Там написано Какое следствие Должно быть Для пирамиды С точки зрения Того Какое следствие Должно быть Но пока Посмотрим Вот сюда Смотрите Давайте я Проставлю Индексы У меня есть Такие индексы Как вы думаете Как нам Понять По какому-то Объекту Кто является Его родителем Вот смотрите У меня есть Вот эта семерка Это вот эта семерка Как понять Из мотива Что девятка Является Родителем Семерка Вот смотрите У меня есть Эта семерка И есть Вот эта семерка Они оба являются Родить Ой Ребенком Девятки Правильно Как нам Прийти к девятке Ну смотрите У меня есть Три И есть Четыре Я как-то Из тройки Четверки Должен попасть В детевичку Но никакие Другие индексы Не должны туда попасть Какие же положения Да То есть смотрите Если я хочу Узнать Индекс Родителя То это будет 3 минус 1 На 2 Почему? Двойка Что не подойдет Это будет 0 У двойки 2 минус 1 1 на 2 0 У пятерки Которая соседняя 5 минус 1 4 4 на 2 2 Однозначность получаем И в действительности Это работает Для всех элементов Этой пираники Теперь вопрос Как понять По узлу Например Для 8 Кто является Его детьми Кто левый А кто правый Ребенок Да То есть смотрите Левый ребенок Это у нас 2 И плюс 1 А правый ребенок Это 2 И плюс 2 Для восьмерки 0 является левым Это 2 умножить на 2 Плюс 1 Это 5 3 является правым ребенком Это 2 умножить на 2 2 плюс 2 Это 6 И это работает Абсолютно для всех остальных То есть смотрите Мы можем перекладывать массив На вот такую вот структуру данных Почему нам хорошо Держать массив? Потому что он легко У нас хранится в памяти Мы очень быстро Можем обращаться К этим элементам Иначе бы Если бы вы реализовывали Вот такую структуру данных Вы бы заводили Вы шпакаток В согнутую структуру Или Класс То есть В средствах того Что вы хотите И делали бы указатели На другие Наши чиселы На родителей На детей И так далее Мы с вами это будем делать Но когда будем говорить Просто А Одинаковые деревья Но пока Когда мы говорим О пирамидах Они очень красиво И очень хорошо Влажатся в сторону Массива И здесь можно найти Явное соответствие А корнем является то Что стоит на любом месте Пока понятно? Нет вопросов? Нет Нет Смотрите Что важно в пирамиде? В пирамиде важно то Пирамиды по минимуму Или пирамиды по максимуму Вот здесь вот у меня Есть соотношение Что для любого Узла верно что? Родители Больше чем левый И больше чем правый Это пирамида По максимуму Грубо говоря Давайте я напишу Какую-нибудь пирамиду И переведу это обратно В массив Если вы думаете Что там нет Вот это вот Пирамиды Пирамиды по максимуму То у вас будет действительно Функция Пирамиды по максимуму Давайте вот такую Скорите Что такое пирамида По максимуму? Ну вот В корне Будет лежать Максимум Почему? Потому что Этот родитель Должен быть больше Больше левого Больше правого А они в свою очередь Больше всех соседних И так далее Вот здесь я, к примеру, 10 Вот здесь я могу написать 8 А здесь предположим 3 Здесь будет 1 Здесь 2 Здесь 7 А здесь 6 6, 6, 6 4, 4, 3 4, 2, 3 Смотрите Что важно Важно понимать Про пирамиды Про пирамиды важно Понимать следующее В корне лежит Максимум А вот здесь Никак не Ассортировано За собой И вот этот массив сам по себе будет будет следующим, сколько он растет, 7-10-ч. То есть эта пирамидра тревожит следующим образом. Так вот, смотрите, что интересно в этом массиве. Интересно в этом массиве именно вот эта часть, что у нас здесь лежит маус, с которым мы можем работать. И мы будем сегодня с вами учиться восстанавливать пирамиду, строить пирамиду по рандомным данным, которым будут даны. Как-то с ними работать, что-то с ними делать. И мы научимся сортировать это все вместе. Но какая общая концепция? Смотрите, если у нас вначале лежит максимум, то чтобы отсортировать, где максимум? Отсортировать можно растаять. В конце. Так вот, в том случае, что я буду эту десятку перетаскивать в конец и перестаивать эту пирамиду, и у меня опять сверху будет максимум. И каждый раз я буду вытаскивать эти максимумы. Вот и вся идея, на самом деле, будет реализовываться в сроке основной здесь именно с точки зрения пирамиды. Поэтому, пожалуйста, в итоге это был просто пример. Это не является пирамидой по максимуму или по минимуму, потому что там рандомные раздитные элементы. Вот это уже является пирамидой. Пирамиды бывают по максимуму, бывают по минимуму. В зависимости от того, какие соотношения вы захотите. Вы можете ставить вверх либо самый большой элемент, либо самый маленький. В зависимости от того, вот здесь у вас больше или равно, либо меньше. Равные элементы могут располагаться как угодно. То есть, кто родитель, нам не важно. Вот, пример мы с вами рассмотрели. С точки зрения индекса. С точки зрения индекса мы с вами увидели, как у нас есть вот это вот соотношение. Мы можем с ним работать, у нас нет никаких здесь проблем. Пожалуйста, используйте. Это все хорошо. Но, что важно понимать? Важно понимать следующее. Какая высота у нашей пирамиды? Высота у нас всегда будет лабористическая. Почему? Делим на два. В каждом уровне два раза больше. Вот смотрите. Это правда. Вопрос точнее. Почему? По основанию два. Смотрите, здесь есть два, а здесь два. Вот на последнем уровне может быть степень двойки. Но на самом деле, чтобы понять, сколько у нас здесь элементов, это просто сумма степеней двойки. А что будет сумма степеней двойки? Степень двойки тоже. Вот, поэтому здесь высота всегда логарифм. Поэтому здесь с пирамидой все достаточно плохо. Что нам позволяет делать высота в логарифм? Что мы можем делать прикольно? А вот смотрите. Я вам рассказал идею пирамиды. Представьте следующее. Вот у нас есть некоторая пирамида. Давайте еще одну нарисуем, чтобы сегодня вы запомнили, что такое пирамида. 1. Пирамиды. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. Представьте следующее. Пришел кто-то, ваш сосед, какой-нибудь недоброжелатель, и решил, что вы хотите поменять здесь элемент. Представьте, я хочу поменять этот элемент на 2. Что в этом случае нарушает? Нарушается свойство пирамиды. Его восстановят. Прекурсивно это дело. То есть, смотрите, мы будем спускать. Причем, кто должен вставать на место этого элемента? Дайте даже так. Наибольший из детей. И вот это лежит в основе восстановления все принципы трансляции. Это так называемое просеивание вниз. Простеивание вниз работает в следующем образом. У вас есть элемент, который вы поменяли. Ваши массивчики. То есть, мы пирамиды его представляем, потому что он так удобен. Именно висуально. Но с точки зрения хранения он лежит в массиве. Мы поменяли какой-то элемент. Если мы его поменяли, то в этом случае мы должны просто элемент, который здесь находится, который мы поменяли, должны его просеять вниз. Чтобы его просеять вниз, мы его сравниваем с левым и правым ребенком. Находим из них максимум. И ставим его на это место. Если вдруг мы поменяли этот элемент, и здесь, например, не папула опорняли, и ничего менять не надо, то посвятите. Но если мы его обменяли, то необходимо его просеять вниз и дальше, потому что это может быть не последний литерат. Здесь именно этот всегда ход об этом и говорит. То есть мы находим, вот у меня есть массив А. А, нет, массива, и это элемент, который я взял и поменял. И я его хотел просеять вниз. Что я вначале нахожу? Я говорю, сначала я нахожу левого ребенка, правого ребенка. Просто индексы. Заметьте, я делаю это функцией. Я не делаю это просто по формуле. Почему? Просе. Потому что много раз он это делал. Ну нет, понятнее. Понятнее. И в действительности, когда вам ход, с ходом так будет гораздо проще. Потому что если вы напишите так человеку, просто 2 и плюс 1 и 2 и плюс 2, он не поймет, почему тут именно так. Тогда у вас здесь такое название уже понятно становится. Тому человеку, который напитатель. Вот, вы смотрите левый и правый ребенка. Говорите, пусть, пусть. Все-таки наибольший вначале буду я. Ну как, вы ищите максимум среди трех чисел. Вы смотрите на него, смотрите на левый и правый ребенка. Причем, заметьте, вот здесь вот у меня в эфире вначале написано, left меньше либра на сайз и right меньше либра на сайз. Зачем это сделать? Так. Так, все правильно. А вдруг у меня вот здесь ребенка нет. Индексы-то у него вот эти фантомные есть. Он думает фантомные, что у него есть какие-то дети, а их нет. Крустная история, но что поделать? Вот, значит, мы должны сделать таким вот образом, чтобы мы не выходили за границы нашего массива. И когда это подводка и логики плюсов, мы можем написать вот именно такие фу. Потому что у нас есть короткая логика. Потому что если первая будет false, то вторая не будет даже делать. Окей? Окей. Ну а дальше мы находим максимум среди нит и свопы между собой элементов. И я делаю вот этот своп только в случае, если у меня не равно и. Почему? Потому что я рекурсивно запускаю всегда дальше. Иначе я зациклюсь на одном всегда. Поэтому вот этот ифт тут стоит. Есть ли тут вопросы? Все такое. А если у нас этот элемент стал? Ну, если она была большая. Вот если там пятерка, мы что-то больше взяли. Да, это мы сейчас дойдем. Пока мы говорим о том, что если мы уменьшим. Какой-то элемент. Окей? Окей. Если вдруг мы с вами задумываемся, а за сколько работает сифт-даун, то смотрите. Я утверждаю, что сифт-даун работает не больше, чем за логари. Посмотрите на эту великолепную форму. ПАТ ниже равно, чем ТАТ ниже, чем ТАТ ниже, плюс ТАТ ниже, чем ТАТ ниже. Мы уменьшаем в 3 вторых. Почему мы уменьшаем в 3 вторых? Потому что когда вниз спускаемся, мы уменьшаем в 3 вторых. Классно. Да. Отойди. Почему максимум 2 и на 3? Для полного так. Для других меньше детей. А, нет. Я взял полный, наоборот, не спло. А речь. Вот там. Ну вот, предположим, там можно продолжить. Предположим, я хочу делать сифт-даун вот этот элемент. У меня здесь 3 элемента, здесь 1. Я могу попасть либо вот в эту часть, либо вот в эту часть. Но если я буду делать сифт-даун вот эту часть, то я буду сравнивать с двумя элементами и дальше пойду. А вот здесь не буду сравнивать. Как могут отличаться максимум количество элементов здесь? Они могут отличаться максимум на вот этот последний уровень. Согласны? Да. Согласны. Я утверждаю, что вот в этой почти полной части может быть не больше, чем 2 и на 3 элемента. А вот здесь хотя бы это. Лучший случай, естественно, когда это по лампу, когда у вас полная. Но если вдруг у вас не полное дерево, тогда в этом случае мы можем сказать, что это там. Почему? Почему? Смотрите. Сколько вот здесь вот будет элементов в этой части? Правильно? Это будет айтир плюс 2, 2 в 2, плюс 2 в 2, плюс 2 в 2, плюс 2 в 2. Вы на вас. Правильно? Да. Сколько здесь в соседней части? Не больше, чем стоzig. Возможно, в их словах. Да. То есть 1, 2, плюс 2, плюс 6. Если мы это просумим, то что, точнее, вот как . здесь 2 степень H минус 1 нет, здесь 2 степень H вы понимаете кто почему-то кто-то не понимает, есть такие да знаете? очень просто вы же были на уроках информатики, правда? да двоичный код делали? смотрите, что такое, когда я вижу вашу слов двоичный код помните, там на первом месте стоили .00 ну, чтобы перевести из двоичного кода в десятичный здесь у нас стоит 2 1 здесь 2 2 и так далее правильно? если мы суммируем все это последователь все эти личные, согласен? ну, вот если я хочу получить число, которое вот здесь, к примеру стоит то вот здесь у меня на последнем месте стоит 2 степень H нулевые 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 это что? 2 это 2 в степень H вот, смотри Чтобы получить из этого числа вот это, что нужно сделать? Ставить единицу сюда. Потому что если ты прибавишь единицу сюда, она все сдвинет. И получит два степеня. Поэтому вот эта сумма, это два степеня. И садим. Давайте не с геометрической прогресси, а с такой вот реформатик. Принято? Принято. Так, а вот это что? Как это число отличается? Вот это может быть макс в два раза больше этого. Ну да, неперевисительный. Согласны? Вот оно и получается. Что тут 2, у каких-то х, а здесь х. Понятно? То есть мы говорим, что вот в этой части, в этой части максимум 2 в степени ажи плюс 1, минус 1. Вот в этой части 2 в степени ажи плюс 1. Они отличаются, ну, чуть больше, чем в два раза. Ну, чуть-чуть больше. Вот это минус 7, потому что вот если я умножу вот это на 2, то будет 2 в степени ажи плюс 1, плюс минус 2. Хорошо, я могу здесь написать не 2, а на 3, а там не знаю, не на 4. И 7. И 7. И 7. Умеется ли это что-то? Не извините. Вот если я на 3 умножу. Опять же, здесь вы можете играться в степени как хотите, но я говорю, что асимптоматически вы придете примерно к такому соотношению, что здесь будет 2 и а, а здесь нет и а. Это максимум того, что можно получить. Теперь понятно, откуда получилась вот эта формула? Посмотрите, сколько здесь и метр, а сколько там? 2 сколько здесь элементов а сколько здесь я говорю что вот здесь два раза больше плюс один максимум Так, тогда, если вот здесь в два раза больше, то сколько там элементов, максимум, если всего здесь n? Две-три-тихая. Вот у тебя с одной стороны в два раза больше, чем справа. Всего получается, давайте, три яблока. Вот, два яблока слева, а одно яблоко справа. Сколько у тебя яблок слева? Две-третьихая количество яблок, а справа одна третья количество яблок. Худший случай для меня, если я пойду в левую часть, где больше элементов, с точки зрения просеивания вниз. Вот это ТАТ, это время работы просеивания вниз от количества элементов. И я говорю, что худший случай, это как раз таки момент, когда в левую часть заполнена полностью, а в правой части заполнена последний уровень. И тогда, в этом случае, у меня слева два на три элементов от общего количества n, а справа n на три. Хуже всего, если я пойду в левую часть, и количество элементов больше. Значит, у меня время работы моего севдалла, оно меньше либо равно, чем ТАТ от единицы. ТАТ от единицы откуда всего? От свопа от работы. Вот эти ТФО и свопа. Это все элементарные операции. Это ТАТ от единицы. Плюс время работы севдалла дальше в самой большой части. Самая большая часть будет иметь максимум 1,2,2. Получаю вот такое вот выражение. На каждом разе я буду уменьшать 3,2,3,3,3,3,3,3. Я уменьшаю количество элементов. А значит, я приду к 3,2,3. Десять. Понятно? Все. С Billboard. Да. Получара熱ж. Вот так проще пейти. Ну почему? Прочи посмотреть, чтобы я запрещен, что с нас слажен в школах. Ты всё равно вот эту зависимость должен получить. Вот она понятна. Понятно, Аля, вот этот переход. Тогда, так как мы мешаем, нас говорят всегда. Ты прав, а то... Ну, не ему. Ну, не ты. Всё. Это простите, как Мастер Терри. Просто ответственно. Можно было написать «Согласно, Мастер Терри?» Давай прочь. Давай прочь. Вот это понятно. Непонятно, почему дальше мы говорим. В какой момент вот эта последовательность придёт к одному элементу? Интересно. Хорошо. Х – это количество элементов. Да? Всего, сколько мне нужно сделать действий? Ну, смотри. Я всё время должен делить на полтора. Это худший мой случай. Согласен? Ну, вот мы его разобрали. Это худший случай. Там всё полное, а тут справа ещё неполное. Как мы в этом случае получим вот этот х? Мне нужно прийти к тому, что здесь у меня будет какая-то беда. Ну, не полтора. Почти. Я утверждаю… Давай тактику. Задачки тебе наподумать зону. А… Я утверждаю, что вот этот х… это подгорит… подгорит. Вот так вот. Подгорит. Это поставатель. Да. В общем-то… давай. Эта задача тебе наподумать. В общем-то, вот поэтому всегда он работает логарифмично. То есть он сходит вниз. Кто-то хочет сказать, что это по мастер-теории. Но тогда я вас попрошу назвать мне эту мастер-теорию. Вам, возможно, не понравится. Кто-то скажет с таким вот объяснением. Но время работы – это всегда на логарифм. Аналогично был вопрос, а что делать, если мы вдруг увеличиваем какое-то число. То есть мы не уменьшаем что-то в пирамиде, а уменьшиваем. В этом случае нам нужно не вниз число просеивать, а куда? Вверх. Почему? Потому что там элементы больше в нашем случае. То есть мы строим пирамиду по максимуму. Если вы будете строить пирамиду по минимуму, то там все наоборот. Пирамиде по максимуму, если вдруг мы увеличим элемент, то нам нужно просеять элемент вверх. И здесь все еще проще. Какого характера проще? А проще в следующем видео. Представьте момент. Я изменил элемент. Я должен смотреть только лишь на родителя. Я не должен смотреть на детей. Если вдруг родитель меньше, чем тот элемент, который я сейчас смотрю, значит я его просто меняю с родителя. И ничего не изменится. Ну точнее, мы будем останавливать таким образом наши элементы. Когда мы останавливаемся, а мы останавливаемся только в одном случае. Если вдруг мы дошли до корня, то мы тоже останавливаемся. Вот смотрите, вот этот пиф на то и направлен. То есть у нас либо мы дошли до корня, либо пир стал меньше, либо пир стал больше лебра. В этом случае у нас останавливается. Во всех сторонах мы репутсивно поднимаемся на лебра. Адин сказали, что мы с вами подгарим. Вот почему высота алгоритм, ты понимаешь? Ну, опять же, такая же формула, потому что мы не хотели. Там много... То есть все вот такие аккуратные проценты, где что-то от константа, то есть D от константа на N приводит к уровню. Ну, а вдруг там константа больше не сидится? Вот если там будет T, 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 то уже не так. Но если отвечать на T, то нет, сам. Да, это правда. Тут все разные, разные формы. Да, разные формы. По-моему, это теория и разные. Хорошо. Все, я понял. У нас есть ответ мастер-теория. Хорошо, пусть будет так. Я буду к тебе обращаться, если я нам понадобится. Вот. С Сифтапом все просто, все понятно. Вы просто поднимаете элемент, поднимаете до тех пор, пока у вас эти элементы есть. Ну, а теперь интересный факт. Вот как нам из рандомного массива протекнуть механически? Один. Е. 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 Пять. Пять. Дальше два. Два. Четырнадцать. Один. Восемь. Восемь. Один. 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 У нас есть вот такой массив. Я. Для того, чтобы начать говорить о сортировке, нам нужно уметь из массива построить пирамиду. Умею. Каким образом мы это будем делать? Смотри, я... Мы не умеем. Мы умеем делать оксифтам, оксифтам. И это при изменении одного элемента. А здесь все элементы разбросаны неправильно. Я говорю вам следующее. Предположим, нарисуем все, вот то, что у нас здесь есть, тоже в виде вот этой пирамидки. Сейчас. Ох, господи, прости. А, я вас понял. Сейчас. Сейчас. Друзья, это что такое? Сейчас. Один. Два. И вот здесь они. Смотрите. Я утверждаю следующее. Что... Вот предположим, что это была бы пирамида. Что у меня в этой пирамиде является листимой? Один, восемь, восемь, десять. Один, восемь, восемь, десять. Один, восемь, восемь, десять. всегда пирамида. Согласна? Согласна. И я говорю о том, что это один вариант, который я хочу поддерживать. Что у меня будут элементы, то есть у меня будут эти элементы, являются корректной пирамидой. Вот. Это корректная пирамида. Теперь я буду восстанавливать поэлементно, с конца, свою пирамиду. Таким образом, я начну восстанавливать эти элементы. 14 и 1, потому что 14 ребенок 1. И смотреть. И буду вот этот 14 пытаться просеять вниз. Почему? Потому что снизу у него корректная пирамида. И я, грубо говоря, сверху навесил элемент 1, в котором пытаюсь остановить свойство пирамиды. Что я сейчас говорю? Да, понятно. Смотрите. Вот это, вот это, вот это и вот это являются корректной пирамидой даже в самом начале. Вот у нас есть массив. Просто растапливаем. Согласен ли ты, что листья являются корректной пирамидой. Ну, да. Потому что они стоят из одного элемента. Да, стоят из одного элемента. У них форму, да. Какие могут быть пирамиды в среде ухода? Как каждый лист отдельный пирамид? Каждый лист отдельный пирамид. Вот этот пирамид. Корректно. Это корректная? Хорошо. Под пирамидой. Окей? Окей. Вот это является корректной пирамидой. Я добавляю новый элемент. 14. 14. 14 может стоять над чем? Он может стоять только лишь над листьями. Согласны? Потому что это следующий элемент после листьев. Как вы, честно, с листьями мы с вами сейчас поговорим. Если я добавляю один элемент, то что мне нужно сделать для восстановления корректности пирамиды? Если снизу они корректны. Мне нужно взять и просеять вниз, потому что я вверх поставлю. И я запускаю стикдаун на 14. Он ничего не делает. Почему? Потому что он на 14. Согласна? Я говорю, теперь вот мне это. Вот мне это. Вот мне это. И вот это. Является. Добавляем следующий элемент. 2. 2. 8 и 10. Мы это индексы хорошо знаем. Вот. Я добавил ее сверху. Чтобы восстановить корректность пирамиды. У меня левый кусок – корректная пирамида. Правый кусок – корректная пирамида. Я добавляю кусок сверху. Чтобы восстановить корректность пирамиды, мне нужно просеять. У меня здесь получится 10, 2. Согласны? Ну, потому что здесь было 8, 10 и 2. Самый большой элемент пойдет наверх. И теперь вот это тоже стало корректной пирамидой. То есть, вот это. Ну, вот это. Иду к пятерке. То есть, я иду с конца в начало. Иду к пятерке. У пятерки слева корректная пирамида, справа корректная пирамида. Добавился лишь элемент сверху. Значит, я возьму и опять сделаю просеивание вниз и восстановлю корректность пирамиды. И у меня окажется, что вот здесь будет вот так. И теперь, когда я восстановил это свойство, эта пирамида тоже корректна. И последнее, что я делаю, дохожу до порта, то есть пирамида. Нет, не могу. Потому что представь, то есть, с точки зрения представления, ну, не знаю, возьми и представь, что здесь было 20, а пришел твой какой-нибудь сосед и выделил это на анти. Как бы ты восстанавливал корректность пирамиды? Сделал бы сик-дал. Нет, не одинарный. Нет, не одинарный. Нет, я уже, конечно, правильно. Плачу, мы ходим. Рекурсивно мы с пусками просеивание вниз. Ну, вот здесь у нас это и произойдет. Вот у нас есть единица. У него слева корректная пирамида, справа корректная пирамида, а сверху элементы непонятные. О, я делаю, запускаю все равно его сик-дал. Я делаю этот сик-дал. Сверху у меня стоит 14, здесь единица. Я запускаю всегда, рекурсивно. Один меньше пятерки, меньше восьмерки. На него вместо солнца 8. Сюда. И тогда этот массив, весь, который здесь был... И тогда весь этот массив, который был здесь, он у нас превратится... Ну, давайте поменьше напишу. Он превратится в 14, 8, 10, 5, 2, ой, 1, 8, 2, 1. И вот это уже корректная пирамида. То есть, смотрите, из любого мотива я взял и сделал корректную пирамиду. За счет вот этой вот инвариантности, которую я пытаюсь поддерживать, идя с конца вперед. что у меня просто на и-тох индексах стоят корректные пирамиды. Вот. Именно это и лежит в основе построения пирамиды. Построение пирамиды. То есть, вы просто фором, от серединки, идете влево. Почему от серединки? Знаете, все очень просто. Что такое листь? Листь. Это тот, у которого нет детей. Грустно. Те, у кого нет родителей, по-другому называют. Нет, листь это тот, у которого нет детей. Единственное, у кого нет детей, это корень. У кого нет родителей. Ой, у кого нет родителей. В общем-то, а что мы говорим здесь? А какие индексы у детей в пирамиде? У левого. У левого двоих плюс один, у правого двоих плюс два. Что такое листь? Листь – это тот, у которого нет детей. А это означает, что они больше, чем равны. Ой, просто. Да, больше, чем равны сайта. То есть, вы должны выйти за границу массива. Согласны? Да. Ну, кажется, право, нет смысла рассматривать пока лево. Поэтому, если у нас и больше либо равно, чем сайта, минус один пополам, то в этом случае это все листья. Понятно? Да. Вот именно такие рассуждения здесь и говорят, что для того, чтобы найти все листья, нам достаточно взять 2 и минус один пополам. Ой, сайта минус один пополам. Заметьте, этими листьями я сразу обнаружил и тот, который на последнюю листью и на предпоследнюю листью. То есть, не только последняя часть. Это правда. Понятное рассуждение, как на эти листья. Все просто? Просто. Да. Поэтому вот этот for идет сайта минус один пополам. For. For и все сив-даун, да. А сив-даун сам по себе репутсивная функция. Она становится только в одном случае, когда все покорено. Вот таким вот образом мы делаем построение пирамиды. А теперь вопрос интересный. Сколько это работает? Давайте сайм приведем голосование. Н-л-г, ну, оба льву. Сайм, чё? Н-л-г, ну, оба льву. Встроение. Встроение. Н. Н. Лог-н. Ну, это уже буквально. Нет, просто Н отдельно и отдельно лог-н. Вообще-то тому человеку... А, и нет, а странно. У меня разобвинение личности. Есть еще какие-нибудь идеи. Константа. Ну, нет. Давай, не троня. Это просто гадание. Это копейный гуч. Мы же вам, мы же с вами не верим в такое. На копейный гуч я лучше гадаю. Ну, и второго, надеюсь, тоже гадаю. Вот. Если кого-то обидел, то тоже прощай. Давайте строим голосование. Кто считает, что это Н-л-г? Немного. Пять человек. Кто считает, что это Н-л-г? Все. Ты садись, и не было. Ну, человек в курсе. А кто считает, что логарифм? Два. Другие люди не умеют считать. А все остальные не знают. Понимаете? Ну, если вы хоть что-то предполагаете, то не плохо. Почему ты решил, что это Н-л-г? Одного сектала. Да. Это же пола, наверное, логарифм. Да. Это было бы рассуждение корректно. Путь у нас на каждом уровне. Всегда логарифм. Детей. Всегда меньше. По действительности, настроение пирамиды. Долбат. Смотрите, все. Детали. Вот. Интересный вопрос. Почему? И это очень частный вопрос. На самом деле, если вы не знаете такого, я вас отправлю на пересдачу. Что хватит? Пересдачу. Пересдачу. Получается так. Смотрите. Ну, я буду считать высотой крови. Это число ребер в самом длинном пути от вершины до листа. То есть листья находятся на нулевом уровне. а все, что над листьями на первом, на втором, на третьем и так далее ну вот так вот я говорю давайте дальше вот так сделаю чтобы было более наглядно вот это на любое, на первое, на второе высота это наша высота высота в любом нашем дереве в любом нашей пирамике максимальная это h и вот здесь вот я беру и делаю оценку снизу что это логарифм двоичная от n почему? потому что у нас могут быть вот те самые вот такого характера истины то есть высота будет здесь все равно 2, а не 3 ага поэтому я беру нижнюю оценку логарифм двоичная это наша высота я утверждаю следующее что на каждом уровне который у нас здесь есть находится не более чем n делить на 2 в степени h плюс 1 детей ну в смысле, держи в том числе то что мы можем посмотреть на 1 в степени х то это минимальная расстрельная провести? Минимальное. Минимальное расстояние повести. Но вот мы можем отсидеть сверху даже. Это как раз таки, когда дополнительные листочки. Я говорю вот об этом. Почему так? На полные деревья гораздо проще отсчитать. n делить на 2 в степени. h плюс 1 это количество наших вершин на конкретном уровне. У кого n берется? Там же степень моря в прошлый год. У тебя n? Смотри, если вот такое дерево, то это сколько там? Си. А, вот это n это все элементы. А, да-да, n это все элементы. Вот есть понимание, почему так. Я думаю, какое. На лисе примерно половина. На лисе примерно 20. Следующие два раза лечим. Да, и вправде, но это в огромной из таких рассуждений оно идёт. Смотрите. Тогда мы с вами будем рисовать это наше почти полное двинарное дерево и так далее. Мы говорим о том, что на последнем уровне, на последнем уровне у нас там, не знаю, два степени сколько элементов. Ну давайте я скажу, что вам. Я скажу, что два в степени... Давайте пока просто ждём какое-то подобное ка. Спорим у нас с элементов будет всего 3 в оставшуюся части. А сколько у нас это последнего? Ну, два в степени ка минус 1. А сколько у нас там последнего? Ну, два в степени ка минус 1. А на уровне выше, чем последний, с ума, вот во всей пирамиде вот это вот последний уровень, вот это листочек. Я хочу посмотреть, сколько у меня есть массовой сферы. Что такое k? k – это просто, вот я сказал, что 2 в степени k, ну какой-то теорий k. Ну то есть k для нас – это глубинар, давайте так. Почему здесь 2 в степени k-1 опять же? 2 в нулевой, 2 в первой, 2 в второй и так далее – это 2 в степени k-1. Поэтому здесь сумма вот этого всего, а мы с вами уже разобрали, что сумма вот этого всего – это 2 в степени k-1. Было такое? Было. Теперь смотрите. Вот здесь у меня 2 в степени k элементов, а вот здесь 2 в степени k – 1. Каждый новый уровень увеличивается в 2 раза. поэтому, если мы хотим, если у нас есть n – общее количество чисел, ну количество вершин, которое у нас здесь есть, сколько вот сюда уйдет? примерно половина. Ну, примерно половина. Сколько у нас выше уйдет? Примерно половина. Это 4. Да? И так далее. Как это получить более четкую вот здесь формулу? Более четкую формулу на самом деле достаточно просто получить тем, что вы просто отсекаете вот эту часть, которая у вас здесь есть, смотрите наверх. 2 в степени k – 1. Дальше 2 в степени k – 1. Дальше 2 в степени k – 2. О, минус 2. И так далее. Вот эта сумма будет уменьшать вот этот n, который у нас есть. И поэтому у нас будет так складываться уровень. В порядке, да, уровень, на высоте h находится не больше, чем n делить на 2 в степени h плюс 1. И лимит. Потому что всего у нас столько элементов в вашей почти плотной пирамиде. Там 2 в степени h плюс 1 минус 1. На последнем это пополам. И дальше n 4 и так далее. Вот. И что тогда? А тогда делаем следующее. Смотрите. Согласны ли вы с тем, что степдаун вот этого элемента не такой же, как степдаун вот этого элемента? Он лишь зависит от высоты. Он максимум может спуститься на высоту вот этого конкретного элемента. Согласны? Значит у нас степдаун работает за о, а, а. Тогда я говорю следующее. Время работы, построения моей пирамиды это сумма. И вот здесь что я делаю? Высоту нулевую могу брать, могу не брать. Там на самом деле здесь нравится. Но я возьму, потому что я готов к виду бесконечности. Там и тут. и тут. От h равного нуля. То. Максимальная моя высота это логарифт. Логарифт n пополам. Да? Я говорю, что я буду делать с вами степдаун. Это o от h. Вот это h, которое вот здесь. Сколько я раз буду делать o от h, ну сколько я раз буду делать степдаун? Сколько элементов находится на этой высоте h? Это n делить на 2 в степени h плюс 1. То есть смотрите, вот для всех элементов на высоте h я делаю степдаун, который весит o от h. Окей? Окей. Смотрите, o большое можно выносить, можно заносить, без разницы. Это то же самое, что o большое, а дальше у меня начинается вот эта сумма, где у меня будет n h делить на 2 в степени h плюс 1. Вот здесь от h равного нулю до логарифма . Если у меня сумма идет по индексу h, могу я вот это вынести? Да. Ну и двойку тоже можно. h плюс 1 я вот здесь плюс 1 сниму. Хорошо? Я получу здесь n пополам. У нас сумма от h равного нуля до логарифма . У нас получается h делить на 2 в степени h. Ага. Ну а теперь осталось последнее. Так как у нас o большое это симпатическое, то есть у нас h стремится на бесконечность. Ну n стремится на бесконечность, поэтому и h стремится на логарифм. Окей? А значит нам нужно оценить вот эту сумму. А сумму оценить достаточно просто. Почему? Мы тоже. Четыре. Почти. Меньше. Так. Позвольте свои, и тут меньше либра. Ну вот там вот у вас есть некоторое примечание. Я утверждаю, что вот эта сумма, она не больше двойки. Поэтому я с вами получаю, что это o большое аценту ала умноженное на 2. А это o большое аценту. Именно поэтому построение пирамиды работает за o аценту. И сайты, лопим. Ну и стройте в другую фраз, чтобы ацентрировать. Стройте в другую фраз. Понятно ли тебе почему не лопим? Можете доказать этот экзамен? Я вас вижу. Не знаю как вы все. Это вы зря. Надеюсь, что нет. А на экзамене можно пользоваться в альфрамальфом? А можно пользоваться в альфрамальфом, чтобы не вспоминать всякие штуки? Нет, у вас на экзамене будет только листочек Если я могу запрограммировать и использовать альфрамальфа в уме Я могу написать код и компилировать в уме В общем, смотрите, мы научились строить пирамиду, восстанавливать элементы, корректность пирамиды Это чудеса какие-то. Что нам стоит делать для того, чтобы отсортировать? Мы можем взять массив, который нам дают на вход. Построить по нему пирамиду, которая строится достаточно просто. Не с точки зрения доказательств работы, а с точки зрения хода, потому что это выглядит вот так. И дальше, что у нас получится в этом время? У нас получится, что максимум лежит сверху. Итак, какая идея самой сортировки? Идея самой сортировки мы сейчас быстро разберем, вы поймете, в чем здесь. А, ну что, у нас есть вот построенная пирамида. Смотрите, я говорю о следующем. Вот у меня есть вот этот вот массивчик пирамиды. Давайте я поменяю 14 и 1 местами. И уменьшим длину на 1. Уменьшим длину пирамиды на 1. То есть обрежу вот таким вот образом. И сделаю сигнал вот этой литинейки. То есть я с вами... Давайте я тут сбоку. Иду. Сейчас. Смотрите, вот из этой пирамиды, которая здесь нарисована, я скажу, что я пацан. И вот здесь должно быть 4. Ну, то есть я сбоку местами первые и последние элементы. Это первый мой шаг. Следующее. Я говорю. Я могу вот эту пирамиды. Как я могу оборвать эту пирамиду? Уменьшить размер. Это же последний элемент. Давайте уменьшим размер моей пирамиды. Что иногда называют кучей. Мне не нравится. Вот. А вот эту связь я нарушаю. Что у меня остается в массиве? У меня остаются вот эти все элементы. 1 сверху. И что мне нужно сделать, чтобы восстановить здесь пирамиду? Я должен сделать сив-даун. Классно. В данном случае, вот в данном, здесь получится следующее. Здесь будет 10. Здесь 8. Здесь 1. Я восстановил пирамиду. И у меня опять максимум сверху. Что я сделаю? Я его поставлю опять в конец своего массива. То есть я поменяю с двойкой. И у меня будет здесь 10. Здесь 2. И нарушу вот эту связь. В конце у меня получается, что здесь 14. Здесь 10. Двойку опять делаю сив-даун. Получаю на нее место 2. Какую-ка, левую, правую. Правую. Правую-ка, правую. Разрушать-ка разрушать. Раз, здесь 2. Здесь 8. Получаю 8. Опять изменяю. И вот последним элементом с единицей вот этой. Получаю, что вот здесь у меня единица. Вот здесь 8. Нарушаю вот эту взаимосвязь. Здесь перед десяткой получаю 8. И делаю сив-даун единицей. На ее место становится 8. Здесь становится 5. Здесь становится 1. Ага. И продолжаю эти действия до тех пор, пока у меня не останется один элемент с пирамидами. То есть, до начала массива попал. То есть, когда сайз пирамиды станет равным единичным. Ну, или нулю. То есть, если это долго хотите. И вот это все является пирамидальной сортировкой. То есть, идея какая? Получайте массив, строите его. Меняем местами первый элемент и последний. Уходит этот последний элемент в конец. Просеиваем корень вниз. И уменьшаем количество элементов нашей пирамиды, вот этой взаимосвязи, на единицу. И повторяем это до тех пор, пока мы не останемся на последнем элементе. А сортировка показалась. С точки зрения псевдохода. С точки зрения псевдохода это выглядит так. Мы делаем билдхип. Вот для этого мы берем и элементы наших сив-даун. То есть, я делаю слово а на любого и а-интого. Делаю минус минус сайз и делаю сив-даун в корне. Потому что в корне у меня оказывается вот этот последний элемент, который вот здесь вот все время стоит. Вот и все. Математ работает за нлп. Ну, смотрите, билдхип работает за о-т. Вот здесь сив-даун. Мы не можем сказать, что они будут зависеть от высоты. Почему? Потому что сив-даун будет верхнего элемента всегда. Он всегда высокий. Он сделает как минимум половину действия, потому что вот здесь вот такое число, листья. Как минимум, ну, в лучшем случае он сделает половину действия, половину сив-даун. То есть, н пополам на лоп-р. Поэтому всегда эта сортировка работает за энергией лоп-р. Понятен здесь в чем смысл? Так. Понятен ли смысл сортировки? Здесь самое главное не то, в принципе, как сортировка работает, а что такое пирамида, в принципе. Вот оно является вот такой структурой данных. Почему он работает за новое, а не за энергией лоп-р просеивки? Энергией лоп-р нужно просеивать, но каждый элемент просеивания стоит лоп-р. Поэтому он глупит. По факту, он не читает. Это не правда. По очень простой причине. Например, вы, не знаю, вот пирамида иногда, она используется не только в пирамидальной сортировке, она используется как самостоятельная структура данных. Например, вы, не знаю, в... Киевчик. Вот, нет. Это было бы не лоп-канец. Да, вот, пирамида Киевская, Танис Киевская. В общем-то, смотрите, иногда пирамида, очень часто, если я вижу, так, и она реализована в курсах, так, это очередь с приоритетом. Что такое очередь с приоритетом? Ну, представьте, вы приходите, не знаю, в полик... Вы там видите вот эта вот живая очередь, а вы приходите, говорите, я стал лучшим. Вот у вас волевой приоритет, вы самый главный, кстати. Но потом приходит какой-то человек, говорит, я тоже стал лучшим, и на время раньше вашего. Вы должны сдвинуться в этой очереди. Но вы раньше тех, кто по этой живой очереди. Вот у вас волевой приоритет, вы должны стоять выше. А вот у кого первый приоритет в этой, грубо говоря, живой очереди, они стоят ниже. Вот очередь с приоритетами реализована ровно с таким посылом. У вас сверху этот элемент остается с наивысшим приоритетом. Наивысшим я имею в виду здесь, как хотите считать, нулевой или там десятый приоритет. Нулевое, 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 нулевое. Вот. И вы, как врач, достаете из этого мешка, типа, не знаю, очереди, достаете первого человека, который с наилучшим приоритетом сейчас пришел. Просто достаете. И дальше, ну, грубо говоря, у вас надо устраивать вот эту вот очередь с приоритетами. И вот это вот доставание, экстракт такой минимума или максимума, вот это вот есть, к примеру, очередь с приоритетом. Вы с ней столкнетесь, у вас будут отдельные задания на это все. Но они реализованы на основе вот этой пирамиды. Почему? Потому что вы вытаскиваете элемент и устанавливаете пирамиду за логарифм. И не перестраиваете. Если приходят новые люди, они могут встраиваться в эту очередь тоже за логарифм. А не стоять после кого-то другого. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...